В Югре подводят итоги первого этапа прививочной кампании против гриппа. Жители региона активно используют возможность обезопасить себя от заболевания. Так, например, в Нижневартовске вакцина уже закончилась. Только за сентябрь в городе привили более 33 тысяч человек. Это в первую очередь беременные женщины, пожилые люди, работники больниц, школы, детских садов, а также призывники, которые этой осенью отправятся в армию. Сотрудники городской поликлиники заверяют, иммунизация на этом не завершилась. Сейчас медицинское учреждение ждет поступления новой партии вакцины. А вот в детских поликлиниках прививочная кампания продвигается чуть медленнее. В чем причина, выясняла Елена Состовова. Как показывает статистика, жители Нижневартовска заботятся о своем здоровье. С начала года более 60 тысяч человек воспользовались вакцинами различных типов. Половина из них привились от гриппа в течение сентября. Сейчас прививочную кампанию временно приостановили. Закончилась вакцина. Но уже на следующей неделе, по словам медиков, запасы пополнят. Вакцина СОВИ-грипп, она отечественного производства. Она имеет основные штаммы гриппа, которые распространены у нас в Югре. Но не нужно думать, что после введения вакцины вы заболеете, потому что вакцина является инактивированной. Неживые вирусы вводятся в ваш организм. Кроме того, вакцина СОВИ-грипп имеет адюван-савидон, который является неким иммуномодулятором, который помогает нам, нашему иммунитету. Сейчас врач-эпидемиолог ведет запись. Все желающие могут оставить свой номер телефона. Как только вакцина поступит, им перезвонят и пригласят в поликлинику. Среди успевших сделать прививки от гриппа 10 призывников. К слову, будущие военнослужащие могут в октябре получить вакцины и от других инфекций. Одновременно они могут сделать сразу 4 прививки. Это достаточно редкие вакцины, которые закупает наш департамент специально для того, чтобы создать иммунитет. Например, по пневмоваксу. В данном случае здесь 23 компонента именно пневмокока. И у этого человека, который получит прививку, у него будет иммунитет к 23 видам пневмокока. Значит, он не заболеет пневмококовой пневмонией. Среди маленьких жителей города вакцинация от гриппа продвигается чуть медленнее. Нижневартовская детская поликлиника получила почти 20 тысяч доз прививки от гриппа. Партию еще не израсходовали. И хотя прививочная кампания будет длиться до наступления зимы, врачи рекомендуют родителям не затягивать с профилактикой. С начала сентября у нас привито 15 тысяч детей. Это, конечно, как будем говорить, на 30% только выполнен наш план иммунизации. Почему-то наши родители не очень активно хотят прививаться. И, видимо, может быть, влияет еще тот фактор, что продолжается хорошая погода. Заболеваемость не очень высокая в этом году. Еще не наступил сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. И как бы еще временят немножко с вакцинацией. Юному организму для наработки иммунитета необходимо несколько недель. Кроме того, малышам в возрасте от 6 месяцев до 3 лет иммунизацию проводят в два этапа. Между прививками выдерживается длительный временной промежуток. Поэтому врачи предупреждают, чтобы защита от гриппа была более эффективной, прививать детей нужно сейчас.